Ей всего 28 лет и, казалось бы, вся жизнь впереди. Но из-за болезни героиня нашего следующего сюжета Лилия не может жить полноценной жизнью. У нее почечная недостаточность. 10 лет девушка борется с недугом, который пока побеждает. Но необходима срочная операция, пересадка почки и деньги на нее. Помочь обещают в турецкой клинике, но для этого нужны 400 тысяч гривен. Подробности об этом далее в сюжете. Жизнерадостная и улыбчивая девушка Лилия не на секунду не дает повода заметить, что на самом деле ей сейчас очень плохо. У нее хроническая почечная недостаточность. 10 лет назад, начиная сфогидность, я почувствовала, что я плохо себя чувствую. Головные боли. Вернувшись до лекаря, лекаря, измеривая тиск, он был невтешен. Она занадто высокая. 200 на 110. И в итоге началось. После оглашения диагноза жизнь Лилии изменилась. Постоянные анализы, лечение и прогрессирующая болезнь постепенно разрушили ее семью. Она не замужем, детей нет. Остались рядом только родители и сестра. Сейчас все вместе живут в селе Любимовка Каховского района Херсонской области. Там Лилия нашла себе занятость, стала волонтером местной благотворительной организации, помогала детям. Теперь организация помогает собирать деньги на лечение ей самой. В Одессе живет двоюродный брат Лилии Андрей Токарчук. Он каждый день созванивается с сестрой и рассказывает о реальном положении дел. В последнее время ей стало хуже. Начали отказывать и ухудшаться состояние отдельных органов. Поэтому требуется уже не почка, а лечение и замена других органов. Помочь девушке обещают в одной из турецких клиник. Там сделают пересадку и помогут восстановиться. Но пока нет необходимой суммы на операцию. Я очень хочу, чтобы нам помогли. Мы уже немного собрали. Добро пожаловать 100 тысяч. А нам нужно 400 тысяч еще. Всего 22 тысячи долларов. Как матери хочется, чтобы детка ходила здорово, весело. Я очень надеюсь на это. Лиле всего 28 лет. Она мечтает жить полноценной жизнью молодой женщины. Но пока 4 часа в день, 3 раза в неделю Лиля должна посещать гемодиализ. Иначе жизнь закончится. Помочь девушке можно. Счет вы видите на экране. По оценке врачей, шансы на нормальную жизнь у девушки достаточно велики. Она верит, что все будет хорошо и строит планы на будущее. Буду активничать, продолжить надалее, допомогать благодейному фонду, допомогать деткам, хворым. Татьяна Милимко, Андрей Токарчук, Дмитрий Бондаренко. 7 канал.